Композитор Игорь Крутой высказался, почему не сложилась карьера Алексы. Во времена «Фабрики звезд» Александра Чвикова, более известная как Алекса, пользовалась большой популярностью, но со временем пропала с радаров шоу-бизнеса, отдав предпочтение семье. Сегодня Алекса замужем за фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым, с которым растит дочь. О возвращении на большую сцену экс-фабрикантка и не думает. По этому поводу высказался бывший наставник артистки Игорь Крутой. Уже 18 лет прошло с момента выпуска «Фабрики звезд 4», Крутой продюсировал данный сезон проекта «Прим». Ред, но до сих пор во мне живут приятные воспоминания и прекрасное послевкусие после того трехмесячного периода моей жизни. Фабриканты собрались все интересные творчески, да и внешне глянцевые. Желание стать звездами у них было хоть отбавляй, так что мне, как продюсеру, оставалось только не мешать. Самой младшей на нашей фабрике была несовершеннолетняя девочка из Донецка Алекса. Мы даже запрашивали специальное разрешение у владельцев формата на ее участие, и никто тогда даже не подозревал, что пройдет несколько месяцев, и все мальчишки страны будут влюблены в Алексу, а они с Тимати полюбят друг друга. И миллионы станут переживать и следить за этой суперромантической юношеской историей, вспомнил 67-летний композитор в личном блоге. В то время Игорь Яковлевич писал для Алекса песни, которые в одночасье становились хитами. Несмотря на это, исполнительница быстро перестала быть популярной. Я тогда сочинил для Алекса песню «Где же ты?», а Тимати снялся в ее клипе. Все им поверили, потому что это было истинной правдой. Я был уверен, что в плане музыкальной карьеры все получится и у Алекса, и у Тимати, но у Тимати Ирины Дубцовой, Стаса Пьехи, Анастасии Кочетковой, Доминика Джокера и Юрия Титова получилось у кого-то больше, у кого-то меньше, а у Алекса не получилось. Наверное, не хватило характера, упрямства, в хорошем смысле, в достижении цели или везения. А совсем недавно я увидел в сетях, что у нее родилась красавица-доченька. Алекса очень счастлива своей семьей, что прекрасно. Отметил крутой.